да привет всем выезжаю у нас морозы вчера все таяло а сегодня мороз причем прям прогноза включить теплее после завтра вот должно посмотрю 4 но вообще к 8 марта обещать прям уже на постоянном потеплении даже за эти дни снег так хорошо подтаял дорога какая плохая чуду пушка как стал бы шесть как ветер сильный был здесь передовину тащил несло дорогу и убрали эксперимента она при этом стал поуже да чё-то вообще все не так уехать можно сейчас тепло все растает пара диньков дождать да сынок все хотят лет собрались заехать сейчас fix price саш коробки нужны для сыра ну и там еще по мелочам всяко всячина будет забрать зачем тебе коробки нужны в коробках не пересыхает сыр хорошо хранится заревает хорошо и самое главное очень подходит под наш размер прям идеально головки сыр по вводят и выходит входит и выходит поэтому асмасса пищевая все замечательный претензий никаких исключений потому что оказалось владеете они хрупкие становятся неаккуратно движение у меня коробка вдребезги разбился вообще удивительно даже но ничего ведь не там посмотрел тебя там в холодильнике получается температура не больно и низкая 12 градусов наше градус уже пластик такой хрупкий у нас такая коробка лекарства вообще сам по себе пластик очень хрупкий потому что я из контейнер из такого но побольше размером емкость сделал для боения или поил и вот тоже чуть-чуть за шланг дернешь я же две коробки меня сразу лопается вместо где шланг я туда подключая вы дорог такая плохая вся в колдобубинах иначе возможно сейчас нормально пойдет но этот оттенок и было начал поставить машину не силы и тут все ночь завез дэк ерунда человек может и хотим сегодня еще заехать в светофор светофор причем новый в каком плане новые может быть он и не новые но мы там не были ни разу рынок комсомольский я кстати говоря нашла женщину которая живет в саратове и вот тоже то на ролики снимает по поводу магазинов наших саратских ашан в том числе очень много видео про светофор не показалось там выбор очень большой но посмотрим там главное нам найти кошачий корм у нас прям с этим беда какая-то не зря люди говорят что мы живем в своем отдельном мире у нас гриб коммунизм все зиму у нас были чищены дороги и дорожки и тропинки везде люди могли пройти с любой улицы то время как в городе невозможно было проехать наш центральный указатель в саду я застрял всего один раз так чтобы меня тросов выдергивать ну да и то это было в центре саратов торгового центра плотно засел а вон еще одна машина пошла вот этот ротор на которой я тебе говорю стенки геронны были мы фикс прайсе специально запоминала ну улицу номер дома строительная нет проспект строителей 30 б проспект строителей 30 б что ли такой вот этот новый магазин кстати говоря мне он очень понравился даст аж просторный такой чистый аккуратно все ну прям приятно а то необычно темный какие взять прям чудесный магазинчик можно будет туда заезжать и сейчас мы едем светофор напутали мы что-то вот с адресом не знаю только кто виноват то ли я то ли компьютер да вот смеешься надо мной а то ну когда туда подъехали я уже над тобой смеялся растяна трудно все эти найду трудно короче чуть не высадили у меня у какого-то домишки непонятно какой радость какой мне дала такое дело в том что заводском районе тоже на улице трудно я сразу так скала комсомольский это прям 100 процентов заводского района я не знаю кто-то сказал ленинский по крайней мере в интернете данных про светофор в ленинском районе комсомольский нет ну значит я виноват ну так вот короче мы петляли петляли там крутились крутились там и в итоге выезжаем зато я хотел в тот экспресс попасть давно уже я в него попало теперь едем заводскую району далековато нам сейчас придется конечно на 20 километров по городу наверное потому что наша малого ряда получалось посмотрим когда едем часть лесом туда через а там просто я смотрела обзору девчат очень просторный магазин и говорят даже что не похож на склад какой-то обычный нашим привычные для нас светофоры а там уже как-то в турболе на гипермаркет похож где мы едем и стали 100 поля поля и царат даже центром заразу назвать за спиной у нас один район впереди будет другой район а здесь он через гору через лес есть такая дорожка можно здорово срезать перейти будет сейчас парк пумыльская поляна на дорожку зайти через с одного края города на другой край город через местные брюки чекирями задание саш у нас на работе женщина она рассказывала что комбикорм покупает в курдюме и у нее но она содержит тоже этих самых курбройлеров говорит с него пруд вообще не дуриный с этого комбикорм она там сама рядом живет и никуда не ездит а все время там покупает я не спорю во первых если ей нравится тем более дает далеко ехать и говорит это прям куры растут через месяц они у нее чуть ли не полтора килограмма бройлеры саму забыли но у нас чуть не так что ну так я тебе просто комбикормку ради курдюме рядом с нами этим формируем с нами он вообще нифига не рядом мне нашли квартал легче съесть чем в тюрьме вторых я уже по всякому разный корма от маленьких производителя от больших производителей и все таки я склоняюсь потому что таки и все равно качество большого завода во первых завод заключает договора долгосрочная на поставку сырья твою же пшеницы кукурузы там рыбное мясо костная мука прочим прочим компонент вторых если завод выпускает поэтому если это большой завод выпускает там сотнями тонн продукцию корма входит куда понятно что и мелким достается пожалуйста купай покупателям в первую очередь они ориентированы на большие фабрики которые покупают там камазами это все к чему потому что если у них не дай бог сбой какой-то будет в качестве продукции там будет речь идти об убытках на миллионы все просто не могут это позволить однозначно у них через 300 метров но верните на право однозначно у них входной контроль происходит однозначно у них лаборатория есть выходной контроль обязательно у них будет верните на право соответственно они не так во первых качестве будет 8 километров слово не дает сказать да я говорю перебивают соответственно у них фиксирована более-менее цена на поставку тоже договора заключили во вторых у них будет более более стабильные качества не говорю что у малого производителя плохого качества борма сегодня у него борм будет замечательно завтра цена поменяется он же не на весь год заключил договор со всеми поставщиками на весь объем сосед может изменится качество может измениться лаборатория у них сто процентов уверен что нет если они делают то они какую-то партию проверили какой-то не будут проверять поэтому я больше стоим покупку приобретение корма именно на больших заводах заводы между собой тоже не бешеный конкуренции на у нас посмотреть что творится нас приводит комбикорм жаль что саратовский завод закрыли не хотят у нас производитель местного поддержки сейчас привозной комбикорм идет краснодара с челябинска с московой с воронежа с иванова вот только каким сразу мне вообще со всей россии фактически цена тоже у них получается не за такой большой конкуренция наш местный практически производитель в калининске на калининске производитель а и вообще я не знаю производитель или кто продают вот те маленькие производитель а вообще совесть и наглость вообще не знаю где у них 750 рублей за 35 килограмм когда я могу себе позволить купить челябинский губи город большого завода за 700 рублей мешок 35 килограмм разница есть на рынке бешеный на самом деле когда клана один ты мешок толкаться много покупаешь поэтому калининск нет в немске я тоже брать снег честь дорогу передаю на говорили у нас дорог все сказал про комбикорм хочу хотят сказать да ну у нас есть много точек продажи комбикорма опять достаточно большой и так продавец потому что у меня ассортимент большой и кстати они работают с мелкими не заморачиваться не берут только именно заводские карман вот все что я перечислил все эти производители представлены достаточно подкладывать этот на 8 практика на шестом квартал войске драк поэтому я уже как вот зарядился в одну сторону есть очень значит есть есть у них там ему спройлером форума была проблема дома 2 выводы сделали но так мы сейчас прекратили нам надо сейчас начинать за час они завезли я у них пробовал разнообразователи покупать форму уже определился как бы я хотел на краснодарском поднимать тепляр дальше кстати прайс он взял на будет посмотреть принципе карма все нормально можно просто не ориентироваться на цыплят маски самый недорогой вот там город шуи можно его посмотреть как-то цена-качество недорого и не перепела несутся так что вот где мы едем 4 2 вообще не значит только же я здесь недавно а почему мы тут решить проедем? навигатор нас сюда привел я ей говорю 4 умышленная поляна должна быть мы проехали, мы заворачиваем всегда налево мы лежали где вот у тебя там уже где девушка раньше жили ну, например, в Тома а сейчас мы с ним вправо, пошли в Завадского района а это мы будем с горы, в мимо дурдома да? скорее всего я говорю, я здесь, ну, может быть, однажды когда-то везу, я даже не помню я тут вообще первый раз еду ну, интересно, так вот, получается, райончик, лес рядом здесь какие-то дачи-дачи, да? ну, да непонятно, частный сектор а получается, прямо в Завадской район выскакиваешь туда, в Минский район еще один спустится на Рейн там какой-то, Октябрьский, что ли, у нас район получается дачи в центре вокруг город а еще маленького производителя не всегда есть разнообразие гормов такой, какой мне надо у меня вот нет возможности скупиться однажды на всю зиму, там и на все лето помещений нет таких а если я их куплю то там мыши заведутся ну, и срок годности может быть на корма, который идут с завода, там практически всегда есть что я имею в виду есть для только вылупившихся птенцов нулевка или она же старт называется корма есть для подращивания двойка-тройка она же рост по-другому называется есть финиш а если у меня растут цыплята, я кинулся мне надо вот такой-то корма а у них его не оказалось меня это совершенно не устраивает он для бройлеров он один для несушку он другой у меня всегда 3-4 вида корма всегда вот поэтому кому надо тот быстро растет кому надо нестись вовремя несутся и регулярно у нас всегда нет никаких перебой допустим дедушка приходит вот зима наступил у меня курни несутся там все он сейчас тоже компликорн просит чтобы я себя покупал ему тоже он как бы своим кормом плюс подмешивает тут он сейчас вот я позавчера с ним разговаривал он прям в восторге во-первых вот он у нас брал молоток пушкинский ведь первый год так чтобы зимой всю зиму с яйцом были они ну раньше он кобекон не покупал раньше он никогда не покупал икуру у него неслись летом только получается осенью там а зимой никогда не неслись но ну да говорят через 300 метров поверните налево говорят бролеров выращивать а вы чем там гармонами вдыхает все что-то не может курица так быстро да может во-первых потому что это не курица не сушка деревенская домашняя поверните налево который априори шесть месяцев до взрослого состояния ей надо специально выращенные специально выведены прямо два километра специально выведенный кросс из нескольких пород скрестили их селекцию провели получалось курица бройлер которая в принципе растет быстро другой вопрос что у нее есть свои минусы у нее достаточно низким иммунитет ей нужно теплое помещение ей ни в коем случае нельзя сквозняков и обязательно чтобы была чистота и достаточный правильный корм что значит правильный корм это значит высокое содержание протеинов то есть белка другим славе кукурузы там ему подобавлены и мясокосно-рыбная мука все больше ничего вот бройлерный корм он тем отличается что там высокое содержание белка ой наконец-то мы тебя нашли и поверните налево во двор а затем поверните направо ты что-то разговариваешь сидишь все уже выключен ну щеночку маленький идет где вход да ну и что тебе этот магазин показался лучше ммм ну не хуже скажем так да ну нисколько не лучше все-таки на что-то народу многовато на что-то как-то посвободнее да пройти можно тут вообще между рядами невозможно пройти и не успела я все рассмотреть хотела тряпку найти в этой специально вот такая вот 48 рублей она стоит уж больно ее девчата хватит тут вообще нету или я не увидела просто а потом мы уже стояли на кассе сок я забыла взять и я увидела где он там лежит в каком-то закутке а там уже не пробежать было из погреба сок ну да да рыбу вот здесь нормально да вот это ларек полосочку рыбу мороженое там из кумбрии что только нет и не низкая цена 180 мы покупали за 215 да это ну правда здесь она помельче немножко не критично ну ты купил шикарные рыбешки сашу прям не жалко эти 215 рублей кстати говоря сегодня впервые завтра на завтрак кормил его скумбрии своего собственного посол как тебе вот намного лучше чем уже готова она как-то поплотнее столько как просто паштет ты ешь вот и я не смотря на то что она из-за размороженного сырья сделала вот в чем и разница какого и я хотела результата добиться чтобы она была более плотная такая более жестенькая я бы сказал пряности все таки есть получилось побольше чем крупной пряности особенно горчицу я его почувствовала я сначала не почувствовал а потом почувствовал да действительно она прям давата свою хороший такой пряный вкус ну вот будем есть теперь хвостов гриву ее на завтраке на обед на ужин рыбеха все таки много там почти 2 килограмма надо есть ну да картошечки надо творить да сейчас приедем отварить будем локти ты с картошкой я так все домой ну здесь зато это пластмассы больше тазики подносики вот здесь выбор побольше в этом плане игрушек больше выбрать игрушки я не обращал внимание с кошачьим кормом тоже засады ну ты точно так же как и в том значит просто не завозит этот корм кошачьей все ни мокрого ни сухого которым привыкли брать нет ну ладно что хотя посмотрим сколько километров до дома будет очень интересно я думаю что километров 65-70 ну смысла нет прям сюда есть я так делаю в общем да мы наконец-то дома саша сел обедать а вот наш скумбрия злато сама посолила конечно это очень вкусно я заговорил еще раз повторюсь нет консистенции паштета который обычно присутствует покупной что соленая что копченая скумбрия а здесь более такой ну как бы мясная структура с отварной картошкой будзиакская хреновина ну что еще для счастья надо ну все великолепно ммм вообще вкусно мне нравится такая простая еда простая еда но она и нет ничего вкуснее чем вот обычная простая еда ну давай ешь приятного аппетита а сейчас пирожочком закушу ну давай с чем с мясом ну красота царский обед у тебя сегодня вообще отлично я бы вам быстро суши суши в